Всем привет! Это канал МашНьюз, с вами как всегда я Андрей и сегодня мы находимся на производственной площадке Кингисевского машиностроительного завода в Назии. Рядом со мной большой брат Русский Дизель. Именно о нем пойдет речь. Мы взяли интервью у директора производственно-инженерного департамента Михаила Владимировича. Погнали! Двигатели Русский Дизель известны более 100 лет. У этого бренда с вековой историей сложная судьба, но сейчас КМЗ дает им второе рождение. Давайте совершим небольшой исторический экскурс. Завод основал Людвиг Нобель в 1862 году. Тогда он так и назывался Механический завод Людвиг Нобель. Позже в 1919 году его переименовали в Русский Дизель. В конце 19 века Эммануил Нобель, второй сын Людвига, приобрел у Рудольфа Дизеля лицензию на производство дизельных двигателей. На заводе в 1899 году появился первый в мире дизельный двигатель, работающий на сырой нефти. За границей он стал известен как Русский Дизель. В 1908 году на заводе был создан первый в мире дизельный двигатель с непосредственным реверсом коленчатого вала. В 1911 году завод построил V-образный 8-цилиндровый двигатель для подводных лодок с рекордной малой удельной массой двигателя. Завод поставил двигатели первому в мире дизельному судну «Вандал» и первой в России дизельной подводной лодки «Минога». Такие же, как на «Миноге», двигатели были установлены на канонерках «Карс» и «Ордоган». Увы, но в 1990-х годах завод был акционирован и в 1999 году обанкрошен. Технология производства русского дизеля была практически утрачена. Собственником конструкторской документации на двигателе является Министерство обороны Российской Федерации. И в 2018 году совместным решением Министерства промышленности и торговли и Министерства обороны Российской Федерации держателем подлинников комплектов рабочей конструкторской документации, разработанной ПО «Русский дизель», был назначен Кингисепский машиностроительный завод. А теперь, когда мы познакомились с историей, я предлагаю перейти к самому главному – к интервью. На сегодняшний день КМЗ прошло уже много этапов. Внедрены практически все изготовления всех комплектующих русского дизеля, таких как шатунная группа, поршни, секции выхлопного коллектора, навесные агрегаты, коленчатые валы. На сегодняшний момент мы находимся в стадии внедрения, изготовления острого русского дизеля. На сегодняшний день площадки разделены по своим производственным компетенциям, организована круглосуточная постоянная логистика. И, например, площадка Большого Смоленского – это площадка, отвечающая за сложную механическую обработку. «Назия» отвечает в первую очередь за сварочно-сборочное производство. «Зимитица» отвечает за сборку и испытания. Это основные ключевые направления по данным производственным площадкам. Ну, вообще, за историю, после того, как не стало фирмы «Русский дизель», в России ни одно из предприятий не сумело реализовать данную задачу по изготовлению острого. Имея на сегодняшний день полный комплект конструкторской документации, являясь ее собственником, не собственником, а держателем, проработав технологические процессы сварки, сборки, КМЗ осуществляет изготовление первого острого русского дизеля на территории России после развала данной компании. Для полного возрождения русского дизеля, лично я считаю, необходимо просто заказ на полный русский дизель. И ООО «КМЗ» готово изготовить его в полном объеме. При возобновлении производства мы всегда пользуемся ТЗ-заказчика. Ну, наверное, модернизации подлежит, в первую очередь, топливная система, топливоподача двигателя. Все остальные компоненты двигателя на сегодняшний день так же актуальны, как и в прошлые времена. Во-первых, опять же, существует большое количество кораблей, которые еще имеют свой достаточно длительный ресурс эксплуатации, и они оснащены двигателями. Но уже двигатели выработали свои возможности, и поэтому подлежат их полной замене. Это первое основное. Дальше тенденции мировые показывают о том, что оппозитные двухтактные дизельные двигатели возвращаются, можно сказать, в моду. И поэтому русский дизель является одним из ярких их представителей, с большим ресурсом и большим запасом мощности. Да, конечно. В данной ситуации прямых заказов по русскому дизелю, по флоту на новых проектах мы пока, к сожалению, не имеем, но крайне надеемся, что в нашу сторону обратят внимание заказчиков. Ну, в первую очередь, внедрение любого нового продукта – это технологические, конструкторские сложности. Но основные сложности – это отсутствие финансирования. Со стороны государства по возрождению данного двигателя все наши изыскания мы делали за собственные оборотные средства, и поэтому немножко растянулось во времени внедрение всех комплектующих. На данный момент ООК МЗ строит полноценный испытательный стенд для испытания русского дизеля мощностью до 6,3 мегаватта. Закончена уже отливка нулевого цикла. Сейчас ведутся монтаж вспомогательных систем, и дальше уже будут подняты стены. И в этом году ООК МЗ будет иметь полноценный испытательный стенд по русскому дизелю. В составе КМЗ была создана отдельная конструкторская группа под русский дизель, также отдельная группа технологов, которые разрабатывали все технологические процессы под имеющиеся у нас оборудование для возрождения производства данного дизеля. Особенно внимание мы уделили сварке, потому что остров – это очень большая и сложная задача по реализации данного проекта. Это очень широкий парк, начиная от универсальных токарных, фрезерных станков, заканчивая шестикоординатными станками электроэрозионный резк. Это обязательно станки с ЧПУ, трех-, четырех-, пятикоординатных. То есть у нас в данном процессе задействован весь парк оборудования нашего предприятия. Не останавливаться. ООК МЗ расширяет свои действия во всех. Очень бы хотелось получить заказ и изготовить русский дизель целиком и в сборе, а не только постов и запчасти к нему. Очень бы хотелось расширить эру, в которую мы вступили, этого малого и среднего судостроения, а также еще очень много интересных идей с точки зрения газотурбинных двигателей. Вот такой получился выпуск про русский дизель. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какой обзор сделать следующим. С вами был МашНьюз, Андрей. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!